21 час в Украине. Здравствуйте! Это итоговый выпуск на UATV. И сначала о самом интересном коротком. Украина отмечает вступление в силу закона о языке. Женщина в высокой политике – эксклюзив UATV. И в парламенте, правительстве был и сексизм, когда тебя старались публично унизить из-за того, что ты женщина. Турецкий Прованс. Здесь деньги пахнут лавандой. Добрый день! Прекратить огонь на Донбассе, разминировать станцию Луганскую и развести войска – это договоренности нормандской четверки, о которых стало известно только сегодня. Хотя сама встреча советников лидеров стран прошла 12 июля. Глава украинской делегации Вадим Пристайко подчеркнул, что главной целью было разблокировать такой формат переговоров в составе Франции, Германии, Украины и России. Одним из ключевых вопросов стало освобождение пленных. Стороны договорились провести обмен в любом возможном формате. В течение месяца договорились осуществить обмен несколькими пленными. Президент Зеленский говорил 10 на 10, 15 на 15. В принципе, мы не зацикливаемся на цифрах. Наша задача – обменять, получить наших людей назад и разблокировать этот процесс обмена всех на всех, о котором мы говорили и который до сих пор был заблокирован. Обмен с заключенными Украиной и Россией передали друг другу списки. В украинском 150 человек. Омбудсмены двух стран встречались сегодня в Москве. Людмила Денисова и Татьяна Москалькова договорились обратиться к президентам с просьбой помиловать ряд осужденных. Кого именно и сколько пока не уточняют. Сильнейшие судороги четвертый день подряд и аритмия. У политузника Эдема Бекирова резко ухудшилось состояние здоровья. Сегодня его навестил адвокат Алексей Ладин в следственном изоляторе Симферополя. По его словам, уже второй день в медсанчасти СИЗО не принимают лекарств от родных политузника. А таблетки от диабета и болезней сердца у Бекирова закончились еще вчера. Эдема Бекирова российская ФСБ задержала на въезде в Крым 12 декабря прошлого года. Его обвинили якобы в хранении боеприпасов. У Эдема Бекирова ампутирована нога, сахарный диабет и больное сердце. Тяжело больному политузнику необходимы медобследования и госпитализации. Акция в поддержку политзаключенных украинцев прошла в Киеве. В Музее революции достоинства собрались актеры и правозащитники, а также коллеги и друзья Олега Сенцова. В рамках акции показали фильм «Процесс» про украинского режиссера. На показе также можно было написать письмо в поддержку узников Кремля. Это документальный фильм, это история Олега Сенцова. Там все эти кадры – речи Олега, которые сейчас уже все цитируют, и которые разошлись как правозащитные монологи. Их можно читать в любой точке мира, где есть несправедливость. Его вина только в том, что он хотел быть гражданином страны, паспорт которой он получал, и то, что он честный и порядочный человек. Никто не застрахован от того, что окажется на месте Олега. Вот просто гражданин идет и, как получилось, с Павлом Грибом. Для меня это какая-то непонятная бесовская история. Зачем уничтожать человека, его жизнь? Два высших образования, одно из которых – медицинское. Вице-премьер-министр Ивана Климпуш-Цинцадзе начинала работать логопедом, но потом решила пойти в политику. Почему и с какими трудностями она столкнулась, она рассказала в эксклюзивном интервью корреспондентке ЮАИ-ТВ Юлии Башко. Она провела один рабочий день с высоким политиком. Каждый ее день начинается с самого раннего утра. Сегодня у меня была роскошь. Я встала в 7.15 утра. Обычно встаю в 6.30. И не ложусь раньше половины первого ночи. Большую часть времени Ивана Климпуш-Цинцадзе проводит в дороге, в самолетах, поездах, машинах. Продолжает работать. Около 100 поездок было за эти три года. И за границу, и по регионам. Что за окном даже не видишь. В это время ты читаешь или документы, или отписываешься по телефону, координируешь работу. В графике вице-премьер-министра сегодня ряд важных встреч. Утром пресс-конференция по итогам саммита Украина-ЕС. Далее мы можем проводить реформы за их помощь, за их участие и за их поддержку. После заседания в кабинете министров. В перерыве между встречами она показывает нам дорогие для нее вещи в рабочем кабинете – фотографии. Были пустые все эти шкафы. Для меня было важно, чтобы в них появилась часть моей жизни. Чтобы я ощущала себя защищенной. Рядом с семейными фотографии с друзьями, дипломатами. Есть у меня такая любимая фотография. Она достаточно смешная. Узнаете? Это Александр Квасневский, бывший президент Польши. Есть у меня фотография с Христой Фриланд. Это мы с ней когда-то танцевали. Это был, наверное, еще 2011 год. А это Андрей Пленкович. Еще до того времени, как он стал премьер-министром Хорватии. Имею честь с ним быть знакомой 20 лет. Аж стыдно признаться, что так долго. В режиме нон-стоп чиновница работает последние 3,5 года. С тех пор, как назначена вице-премьер-министром по вопросам евроинтеграции. Вы знаете, я себя голой чувствую, если нет телефона рядом. Я не отключаю никогда телефон на ночь. Иногда отключаю интернет. В детстве Ивана Климпош-Цинцадзе не могла даже представить, что будет заниматься большой политикой. Я не думала, что буду политиком. До 9 класса я была нацелена только на врача. Готовилась к поступлению. Но потом так сложилось, что у меня умер троюродный брат. И мне было очень больно. Я вдруг осознала, что если я буду врачом, я не смогу помочь пациенту. Моего сердца на всех не хватит. Но первое высшее образование все же медицинское. Я пошла учиться на логопеда. Так как моя мама была логопедом, она меня убедила поступить. Подсказала, что я буду заниматься и медициной, и психологией. Я первые годы занималась психологией и продолжала себя искать. В этих поисках наша героиня попадает в США по стипендиальной программе. Изучает международное право и отношения. Ей настолько нравится дипломатия, что она поступает и заканчивает с отличием. Институт международных отношений в Киеве. Этот диплом сыграл большую роль для борьбы с атаками популистов, когда меня назначили на должность вице-премьера. Но мне легко было отбить все эти атаки. У меня есть дипломы красные и бакалаврата, и магистратуры. Ивана Климпуш-Ценциадзе признается, с дискриминацией в политике встречалась не единожды. Помню 96-й год, когда мы первый раз делегацией поехали в штаб-квартиру. Нас было 12, и я была единственной женщиной. Мы целый день работали, были лекции, обсуждения. А вечером один из старших в группе говорит, вы так хорошо выглядите, дайте вам поцелую руку. Вы такая прекрасная, красивая. Поворачивается ко мне спиной и говорит, а теперь, парни, поговорим о делах. Я встречала не единожды такое отношение, и в парламенте, в правительстве был и сексизм, когда тебя старались публично унизить из-за того, что ты женщина. Один из принципов, которым всегда следует вице-премьер, это честность. Я точно знаю, что буду выступать за справедливость. Никогда не принимать участие в интригах. Я делаю и говорю то, что думаю. Я думаю, что это одновременно и моя слабая, и сильная сторона. Но я научилась с ней жить. На этом наше время на разговоры заканчивается. У Ивана Климпуш-Ценцадзе очередная важная встреча. Юлия Башко, Сергей Ильинский, ЮЭТВ. Более 130 тысяч правоохранителей будут следить за безопасностью на внеочередных выборах в Верховную Раду. В зоне особого внимания будут избирательные участки и доставка бюллетеней до и после голосования. Парламентские выборы пройдут в Украине в это воскресенье, 21 июля. А вот без права голоса остались жители шести сел Донецкой области на линии соприкосновения. Они не смогут проголосовать на парламентских выборах. В целях безопасности там решили не открывать избирательные участки. Об этом стало известно буквально за несколько дней до голосования и жители не смогли перерегистрироваться. Подробнее в сюжете региональных корреспондентов ЮЭТВ. 61 километр до Волновахи, 20 до другого ближайшего села. Чермалык находится на линии огня. Чтобы проголосовать местным жителям, надо два раза преодолеть десятки километров. Сначала сменить избирательный участок, а потом еще и добраться до него в день голосования. Автобусного сообщения с Чермалыком нет. Пешком пройти такой путь не под силу. Поэтому свое право на выбор жители поселка осуществить не смогут. Ходят разговоры, что у нас голосования вообще не будет. Нас выбросили еще. Мы что, не входим в общий состав украинского населения? Или как понять это? Почему мы не будем голосовать? Почему нас лишают такого права? Мы голосовали за президента. И никто не беспокоился за нашу безопасность. В этом поселке около полутора тысяч жителей. Большинство из них – люди пожилого возраста. Добраться в Волноваху они не смогут. Вот сейчас должны быть выборы в парламент. А у нас отменили их непонятно по какой причине. Никто не предъявил никаких документов, не объяснил, кто это принял решение. А должны принимать решение Верховная Рада с подания Конституционного суда Украины. У нас никакой информации нет. Мы нам просто поставили в известность и все. Рядом с этим населенным пунктом часто идут бои. 11 июля от разрыва снаряда погиб на пороге своего дома 49-летний мужчина. После этого было принято решение не проводить голосование в Чермалыке. В целях безопасности, говорят в сельсовете. Выборы на нашей территории не будут проходить. Президентские были, а парламентских не будет. Мы думаем, что это из-за безопасности. У нас очень большой список людей, которые не могут прийти на избирательный участок. И мы обычно организовываем для них голосование на дому. Но в этот раз мы не сможем им помочь. Мы что, не украинцы. Мы не жители своей Украины, своего села. Мы патриоты своей Украины, своего села. Мы хотим голосовать. Мы хотим, чтобы у нас жизнь наладилась лучше. Мы ждем и дождемся, когда наконец-то у нас обстрелы прекратятся. В целях безопасности Центр избирком не проводит выборы не только в Чермалыке, а еще в пяти селах на линии соприкосновения. Жители этих населенных пунктов сменить место регистрации, по данным местных властей, не смогли из-за отсутствия автобусного сообщения. Надежда Сухорукова, Борис Яковенко, Донецкая область, UATV. Закон об украинском языке сегодня вступил в силу. Люди празднуют по всей стране. В Киеве праздничный концерт устроили в центре у арки дружбы народов. О том, как отмечали украинцы, расскажет корреспондентка UATV, Любовь Задорожная. Мова объеднуя, то есть язык объединяет. Такие браслеты раздают в центре Киева, а также празднуют вступление закона в силу музыкальным концертом. Мы так долго ждали этот закон. Два года назад, когда появился его проект, мы очень ждали его принятия. И сегодня, когда он уже вступил в силу, мы верим, что украинского языка станет больше в Украине. На событии выступают группы из разных регионов Украины, в том числе на неоккупированных России, Донецка и Крыма. Также здесь объясняют, закон об украинском языке не дискриминируют другие. Мы хотим объяснить, что ни в коем случае национальное меньшинство, другая культура, язык или религиозные ценности не пострадают. Это личный выбор и свобода каждого человека, и мы это уважаем. В то же время для нас, украинцев, важно понимать, что любой дом начинается с фундамента. Фундамент – это национальная идентичность и культурные ценности. Статус украинского здесь празднуют от мала до велика. Без мовы нет нации. Без языка нет нации. Представьте, в Украине нужно защищать украинский язык. Это вообще нонсенс. Это родной язык страны. Закон о государственном языке официально вступил в силу с сегодняшнего дня. Он прописывает, что украинским должны владеть в первую очередь представители государственной власти, чиновники, а также работники медицинской и образовательной сферы. В быту украинцы могут говорить на любом языке. Закон этого не запрещает. Для тех, кто не знает украинского, предусмотрены бесплатные курсы. Некоторые нормы начнут действовать не сразу. Переходный период продлится до 2030 года. Любовь Задорожная, Александр Фрозоров, ВИА-ТВ. Украинский языковой закон стал и предметом обсуждения в ООН. Россия во второй раз созвала заседание Совбеза ООН по этому вопросу, так как в первый раз там отказались обсуждать закон. В этот раз все тоже пошло не по плану Кремля. Зато, кроме закона, страны обсудили выдачу паспортов на оккупированных территориях, пятую годовщину катастрофы MH17 и призвали Россию освободить задержанных украинских моряков. Смерть более чем 13 тысяч человек – это не результат принятого 25 апреля закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Этот закон не несет опасности для международного мира и безопасности. Это право Украины делать свой выбор в языковой политике. Страна, которая на протяжении веков притесняла украинский и насильно заменяла его русским во всех сферах, не должна указывать, кому и на каком языке говорить. Только сравните. Украинские школы есть в Австралии, Аргентине, Словакии и многих других странах. Россия, где живет около трех миллионов украинцев, и это только согласно официальной статистике, неофициально еще больше. Там нет ни одной украинской школы. Лавандовый рай в Турции. В фиолетовых красках сотни гектаров земли в Куюджаке. Насладиться красотой природы, сфотографироваться и отведать лавандового мороженого с газировкой. В поселок едут сотни тысяч туристов. Побывали там и корреспонденты в ЕйТиВи. Маленькое турецкое село Куюджак с населением в 250 человек уже третье лето превращается в центр туризма. Здесь с мая по сентябрь на сотнях гектаров земли расцветают лавандовые поля. Издали это похоже на яркую картину, которую нарисовала природа. Мимо такой красоты не проезжает никто. Мы из Таиланда. Будем здесь 7 дней. И это место просто потрясающее. Мы были в Анталии в свадебном путешествии. На обратном пути решили заехать сюда. Побывать на лавандовых полях была моя мечта. Мой муж решил сделать мне сюрприз. Купили очень много лавандовых подарков. Популярным это место сделали фотографии туристов в соцсетях. Жители деревни показывают приезжим путь на плантации, пускают сфотографироваться в свои сады, угощают едой и напитками. Здесь за 15 минут сплетут лавандовый венок. А всем желающим рассказывают об особенностях этого растения. Так называемый лавандовый туризм стал для жителей Куиджака основным заработком. И за сезон хозяевам полей приносят от 25 до 30 тысяч долларов. Это стало нашим семейным бизнесом. Каждый год мы увеличиваем территории посевов. Например, у моего соседа уже 100 гектаров лаванды. Есть такие, у которых и по 200. Лаванда стала основным источником прибыли для нашего села. У нас здесь есть лавандовое мороженое, лавандовая газировка, кофе и крем. Я могу предложить лавандовый чай, кофе, холодные напитки, кукурузу. Заработанные деньги трачу на школу и покупаю себе книги. В Куиджак приезжают не только туристы, но и фермеры из других городов Турции. Землевладельцы хотят не столько помиловаться красотами, сколько разузнать все о выращивании лаванды. Как только мы узнали об этих лавандовых полях, приехали посмотреть, как выращивают. Хотим развивать такой вид туризма и в нашем селе. У нас много земли, но грунты не подходят для посева большинства растений. В прошлом году посмотреть на лавандовые поля приехали 350 тысяч человек. Местные жители уверяют, в этом сезоне гостей будет до полумиллиона. Анжела Лешко, Эдие Катаман, Сельчук Аздимир, Куиджак, Юэй Ти Ви. Эти и другие новости есть на наших страничках в соцсетях и на сайте телеканала юэйтв.юэй. На сегодня у меня все. Оставайтесь на Юэй Ти Ви. Увидимся завтра. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин